Они познакомились в кафе более 20 лет назад. Он сразу заприметил скромную и вежливую официантку. Она же вообще не воспринимала его всерьез. Но спустя время ухаживание оценила. Сыграли свадьбу, родили четверых детей. Они – многодетная семья Митюковых. День знакомства супруги Митюковы помнят по минуту. На морозный декабрь маленькое губкинское кафе с симпатичной официанткой и гостью из другого региона. А приехавшие осваивать север Виктория вспоминает – Александр был очень настойчив. Приходил он и на завтрак, и на обед, и на ужин. Ну, как-то попросил мой номер телефона. Честно говоря, никогда в жизни никому не давала свой номер телефона. А здесь он немножко нагловатый был. Такой, знаете, настоял. Прям вот настоял. И я написала ему свой номер телефона, но тоже не восприняла никак. И уже вечером он позвонил. Александр влюбился как мальчишка. А вот у Виктории любви с первого взгляда не случилось. Я его вообще не воспринимала как мужа. Это был друг, с которым мы просто общались, дружили, рассказывали какие-то истории. Но с его стороны были очень красивые поступки мужские. Через пару месяцев предложение руки и сердца Виктория не сомневалась ни на минуту. Он меня застал врасплох с самого раннего утра, 8 марта. Воспользовался случаем. Сделал предложение, вручил кольцо. Я сказала да. Я уже понимала, что это тот мужчина, с которым я хочу прожить, от которого я хочу детей. И вот два десятилетия за большим обеденным столом Митюковы собираются всей семьёй и смотрят семейный альбом. Фотографии начала 2000-х. Тогда у супругов только родился старший сын Данил. Сейчас ему 22. Молодой человек уже живёт отдельно. Закончил он здесь 9 классов и уехал в Тюмень учиться. Четыре года отучился в колледже. Год отслужил в армии. Вот он в июне вернулся. Отдал долг родине. И теперь он работает в Парнефтегазе специалистом. Надеюсь, это его начало карьеры. Планирует поступать в высшее учебное заведение. Ну и двигаться дальше. Второму сыну Митюковых Родиону 11. Его главное увлечение – автомобили. Ну правильно, ведь папа – дальнобойщик в третьем поколении. Помимо этого, у юноши есть и любимый вид спорта. Я занимаюсь футболом. Мне очень нравится побеждать, естественно, ездить на соревнования, потому что там можно ощутить новый опыт. Так же можно просто весело перевести время. У Митюковых активны и все. Дочь Ксения – ученица первого класса. День ее начинается ранним утром и заканчивается поздним вечером. На игры времени остается мало, но все дополнительные занятия она выбрала сама. Акробатика я уже занимаюсь с 5 или с 4 лет. Я люблю заниматься, получать медали. Так у нас на танцах не дают медали и в художке. И я люблю заниматься гимнастикой, чтобы быть спортивной. Ксения – главная мамина помощница. Все домашние дела стараются делать вместе. Мы с мамой, с моей сестрой, с братом, ну, пельмени лепим. Еще мы ее любим готовить. Мама у нас всегда готовит очень вкусно. За мамой, старшим братом и сестрой уже старается все повторять и пятилетняя Стефания. Ее рождение супруги называют ничем иным, как чудом. Уже и не думали о детях. После рождения первым на руки ее взял Александр. Он присутствовал на родах вместе с супругой. Мой супруг всегда был рядом, то есть у головы. Что-то мне нужно было, он помогал. Он где-то мог позвать врачей, потому что роды не всегда предсказуемые события. Самый главный момент – это когда вот как бы только родилась, и тебе ее в руки, и ты вот ее стоишь, держишь. Это самое. Ну, а сожалению, то, что с теми, с тремя, как бы все собирался, собирался и никак не мог настроиться. Стефания еще ходит в детский сад. Я хожу в художку, и там я пью снеговика, маму, и еще я там есту ее, лебочки. Воспитывать четверых детей – большой труд. А специфика работы отца семейства такая, что его иногда не бывают дома месяцами. Он – дальнобойщик. Когда меня нет, это мама у нас все. То есть это воспитание, начиная с самого утра, садик, школа, потом по дому, и опять все заново, секции, с одним, с другим, с садик. И так вот весь день. Вот сейчас было, получается, неделю она у нас уезжала, был. Поверьте, это адский труд. Я понимаю теперь, почему она иногда злится, когда у меня нет месяцами. Виктория подмечает, злиться можно сколько угодно. Но ведь помимо воспитания нужно и материально обеспечить такую большую семью. И Александр с этим прекрасно справляется. Ну, как бы с женой изначально хотели, чтобы у нас было трое, да. Потом у нас стало четверо. Не знаю, как-то. Ну, да, много работать. Ну, это же опять все в семью, как говорится. Все для семьи. Да, вместе так с супругой всегда легче. Тем более с такой. Супруга поддерживает Александра во всем, ведь его работа уже давно стала призванием. Не такая легкая, как говорится, работа. Сидишь, как у нас все говорят, смотришь в окошко. Это большая, ответственный и тяжелый труд. Ответственный за груз, ответственный за машину, ответственный за тех участников дорожного движения, которые находятся с тобой. Митюковы – наглядный пример активных, разносторонних, многодетных семей Губкинского. Они в очередной раз доказывают, многодетными быть непросто, но гораздо сложнее оставлять в сердце большую любовь, которую можно подарить детям. Алина Гаврилова, Александр Серебренников. Новости Губкинского.